здравствуйте уважаемые зрители вы смотрите программу мнение и я хочу представить нашу гостью это исполнительница песен в различных музыкальных жанрах в том числе оперных произведений педагог по вокалу марина шипулина здравствуйте марина здравствуйте марина расскажите вначале как удалось девочки которая родилась в ворской области в узгене достичь таких успехов и стать известным музыкантом исполнительницы песен на разных языках мое становление выпало на период когда в республике происходили изменения вообще во всем мире изменения происходили 90-е годы не исполнилось только вот 15 лет и нужно было ехать куда-то поступать но этот год когда мне нужно было ехать поступать не было ни транспорта в нашем городе была война вот и меня отвозили десантники на бтре в аэропорт я уехала екатеринбург поступать потому что это был город моего кумира владимира преснякова я очень хотела именно туда поступить и приехав город екатеринбург я собственно говоря поступила музыкальный вуз тоже но только не музыкальное училище куда я хотела а культурно-просветительном потому что с 15 лет не брали значит училище на вокальный факультет нужно было 18 лет вот ну отучилась там два года суровый климат екатеринбурга не дал мне там долго находиться потому что я южный человек я ужасно мерзла через два года я вернулась правда в перерыве мне удалось попасть уже на центральное телевидение на российское передачи криминальная хроника на тоже журналисты собирались перед новым годом взять интервью у заключенных которые там сидела московская интеллигенция из москвы город их дель на юге урала вот и нас попросили попеть там под гитару мы туда поехали первое что я помню когда мы провалились в снег вот так вот я хотела спрыгнуть с ан-2 казалось что там снега вот так вот меня подняли поставили на снегоходы и мы поехали значит пошли на зону строгого режима отпели там взяли интервью все благополучно и перед новым годом показывали эту передачу мои соседи соседи моих родителей увидели это сразу же сказали вот вашу дочь видели передачи криминальная хроника даже не сказали что это вот мне срочно пришлось объяснять весь казус этой ситуации так вам пришла первая известность так ко мне пришла первая известность а потом я вернулась в ош закончила ошское музыкальное училище оттуда уже пошли концерты мои потом я поступила консерваторию закончила консерваторию периоде с 1 по 5 курс я стал лауреатом первого конкурса сорос кыргызстан стал выступать на всех государственных мероприятиях это было ваше первое такое восхождение да на большую сцену можно сказать и потом уже пошли концерты какие-то мне очень нравилось тематический концерт устраивает там итальянской музыки испанской немецкой и так далее вот и собственно говоря после того как я закончила консерваторию ректор пригласил меня дальше оставаться работать консерватории я поступила в аспирантуру параллельно работала вот и все было здорово собственно говоря в общей сложности вы проработали около 17 лет до консерватория я периодически уходила приходила вот уезжала в китай вот там я жила полтора года потом вернулась потом я думала кино заниматься даже пошла на курсы режиссеров игрового кино вот и думала что я буду режиссером но в итоге опять музыку вернулась пытались что-то снимать наверное да снимать я не пыталась я написала два сценария и мои друзья с которыми я училась должны были мне помогать в этом вот к сожалению так и и ничего и не сняла но но это был тоже опыт да я написала сценарий и мои друзья уже написали дополнили этот сценарий сняли фильм и я думаю что наверное следующий год он выйдет на экраны марина скажите как можно совмещать вообще такую разноплановую музыку на разных языках шансон поп музыка оперные произведения но я скажу что вообще все оперные певцы они естественно поют на разных языках может быть не все с таким фанатизмом относятся к иностранному языку например если я пела концерт французской музыки я шла на на курсы французского языка если немецкая шла на курсы немецкого языка ну потому что я должна же знать о чем я пою вообще и чтобы фонетика языка была правильная вот поэтому вот с такой педантичности относилась ко всему в итоге я закончила курсы немецкого французского итальянского испанского турецкого и английского то есть можете изъясняться на всех этих языках да символически так не очень хорошо потому что практика больше у меня наверно на итальянском на английском и немного на китайском мы знаем что у вас в жизни были очень сложные периоды в личном плане не будем сейчас углубляться в детали но скажите как это вас закалило может быть сподвигло к чему-то новому вы ведь потом стали заниматься и другими различными общественными проектами жизнь без насилия да но пока как показывает именно этот проект во всех регионах женщины вот прям плакали когда рассказывали свои истории или те люди которые участвовали спикерами которые которые открыли разные центры и фонды по поддержке женщин в регионах конечно это очень важный был проект и здорово что у меня была возможность поучаствовать вы там рассказывали и о своей жизни да о том что вы пережили что вас мотивировало и тем самым наверное давали вот какую-то вообще надежду или заряд другим людям наверное больше заряд потому что я старалась говорить о каких-то позитивных вещах негатива и так нашей жизни хватает поэтому я говорил больше о позитивных вещах немного даже с юмором наверное о том что чтобы не происходило в жизни у человека всегда из какие-то важные моменты есть такое выражение когда все двери закрыты форточка обязательно где-то есть марина не забывайте пить кофе его нам любезно предоставила кофейня travelers угощайтесь благодарю очень вкусно кофе действительно и очень уютная обстановка марина во время этого проекта кто приходил туда что вы хотели вот донести людям которые участвовали в нем караван жизнь без насилия на самом деле несет себе он прежде всего надо сказать что он очень долго шел оказывается там были тренинги я не в курсе всех мероприятий которые проходили на протяжении этих полугода но вот наш тур он был заключительным на этот проект приходили разные люди прежде всего представители женского пола это и дети это и школьники это и студенты и домохозяйки просто и очень много было женщин которые именно выходцы из сел и которые сейчас преподают в университетах но мужчин было меньше конечно прежде всего женщин потому что они увидели возможность вы говорится просто выговорится чтобы и другие услышали и возможно какие-то какие-то вещи проговори проговаривая может быть что-то возможно изменить мы же всегда когда говорим о чем-то мы на самом деле слух проговариваем какие-то возможные варианты позитивные не знаю и многие женщины просто рассказывали свои истории как они прошли через домашнее насилие и что они в итоге к чему они пришли и как они преодолели свои сложности и другие слушая наверное они тоже себе говорили что я могу это преодолеть я могу изменить ситуацию потому что прежде всего делились собственным опытом и собственным опытом преодоления это очень важный проект конечно вот ну я думаю что таких проектов вообще прежде всего должно быть больше конечно потому что мало вообще у нас внимание уделяется женщине и домашнему насилию на самом деле и в законодательстве у нас мало вот такого чтобы могли поддержать как-то помочь женщине в основном поддержка женщин как в городе так и в регионах занимаются какие-то фонды фонды и общественные объединения я почему спросил про мужчин ведь очень важно чтобы и мужчины понимали да потому что у нас в жизни очень много стереотипов до а женской роли роли мужчины в обществе в семье везде особенно в средней азии конечно эти стереотипы очень процветают что мужчина должен быть вот таким женщина должна быть такой мужчина должен быть кормильцем сейчас все поменялось вообще жизнь меняется постоянно потому что есть ситуации например мужчина лишился работы но женщина может работать и мужчина остается с детьми дома это же уже условия глобализации в условиях капитализма рынка и турбулентности турбулентность социальной вот женщина может работать что-то там пойти я не знаю там домохозяйкой куда-то я не знаю там куда-то поехать работать а мужчина остается в это время с детьми это уже слом стереотипов вот но этот караван направлен был как раз таки изменить вот эти стереотипы которые были ярлыками и навешаны на жизнь вы рассказывали про свой жизненный путь пели да да я закрывала песни которая называлась деша я надеюсь теперь эта песня будет жить и дальше в регионах потому что наш один из участников этого каравана перевел эту песню на кыргызский язык песня называется вообще жить которые исполнили все российские звезды вот была переведена на кыргызский язык я ее исполнила на кыргызском языке самое главное теперь это звучит деша 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 там кунда рунда камерла у вас была своя презентация да насколько я была спикером а потом закрывала вот этой вот песни мне кажется она очень символично именно для этого каравана потому что в ней пелось как раз таки про жизнь и не терпеть насилие не терпеть любого нас конечно надо говорить об этом потому что чаще всего мы это перетерпим мы это переживем и это пройдем надо выходить и говорить конечно про это как на все это у вас хватает сил времени вы наверное после последнего турне с этим караваном наверное еще полностью не восстановились было сложно конечно потому что мы ездили по 15 по 17 часов маршрутках и самая сложная наверное дорога была в талас когда мы ехали ночью и видимость была около метра через перевал через перевал был снегопад здесь была жара на перевале оказывается пошел снег и я не знаю с божьей помощи мы как-то доехали до таласа утром приходилось выступать уже перед аудитории зачастую мы ехали всю ночь утром сразу на сцену выступили дальше поехали там выступили дальше поехали в общем собственно говоря нон-стопом вот так вот по всем регионам это было сложно да ну я рада что за за две недели посмотреть все регионы посмотреть кто как живет у кого какие истории это колоссальный опыт и мне очень понравилось скажите но ведь можно было спокойно заниматься вот своей концертной деятельностью выступать исполнять песни ездить просто с гастролями вы для себя представляете такую жизнь наверное это не для вас нет это это всегда было на самом деле просто последние два года нужно было подумать нужно было подумать нужно было подумать посмотреть немного со стороны на свою жизнь последние события меня привели к тому что наверное я немножко отодвинуясь от своей жизни я ушла с консерватории я посмотрела на то как я жила как я работала со студентами скажу что наверное это не хватало какого-то другого наполнения да наверно какого-то другого наполнения наверное была слишком добрая для своих студентов наверное их надо было немножко пожестче держать но так как у меня своих так сказать детей вселенная не подарила я ко всем своим студентам отношусь как детям каждые их нужды каждые их проблемы это мои проблемы я человек который прошел через большие колоссальные колоссальные проблемы какие-то я всегда знаю чем помочь я всегда знаю что сказать куда направить что подсказать как поддержать почему важно вот заниматься просвещением то что вы делаете вот концерты благотворительные мой отец был преподавателем художником и преподавателем два высших образования он закончил филологический государственный университет филологический факультет и я когда еще была очень маленькая помимо того что я выходила и пела дома ходила там музыкальную школу я была солисткой в хоре в школе я была солисткой Вия Огонек у нас был то есть я везде была солисткой везде выходила но когда мои моя племяшка и моя сестренка были очень маленькие я всегда им преподавала еще плюс ко всему я их учила там писать когда они еще в детском саду были вот мне это очень нравилось и выяснилось когда я были какие-то периоды когда я не могла петь там проблемы у меня с голосом были я поняла что мне очень нравится преподавать и когда прошло какое-то время я поняла что мне есть чем поделиться есть чему научить и собственно говоря в этом я сейчас вижу свою миссию миссию того чтобы быть преподавателем уже других исполнителей других певцов направлять делать какие-то проекты поддерживать какие-то проекты в этом я вижу кредо своей жизни я так понял вы человек который не сидит на месте и можете в любой момент просто изменить сферу деятельности уехать в другую страну заняться какими-то новыми проектами да я думаю что это очень интересно это интересно ведь многие боятся этого знаете уходить с насиженного места мы всегда привыкаем к комфорту есть страх что-то изменить кардинально в своей жизни мы всегда привыкаем к комфорту и выход из зоны комфорта это прежде всего развитие да потому что когда мы выходим из зоны комфорта можно всегда же сидеть на одном месте годами да спокойно мне очень нравится европейский опыт потому что там семь-восемь лет человек работает на одном месте а потом он кардинально меняет свою жизнь он занимается совсем другим и таким образом развивает другую часть своей личности вот и я это взяла на заметку вот и всегда когда я ухожу ну я не ухожу далеко от искусства от области преподавания или там пение это всегда что-то близкое то есть если я ушла с оперного театра я стала петь джаз и эстрадную музыку это было для меня новое потому что но всегда я когда выходила на оперную сцену я всегда думала вот я оперная певица но когда я поехала в Китай там академическую музыку особенно не любят и там нужно было петь другую музыку и там надо было танцевать там говорить надо было на английском на китайском на французском вот только не на русском вот это было новое потом европа да потом европа да там нужно было тоже другой новый язык изучать то есть все обстоятельства все жизненные направления которые меня куда-то уводили с моего насиженного так сказать места я всегда открыта была к новому и это всегда было интересно потому что я всегда чего-то новому училась и что-то новое узнавала открывала для себя то есть не нужно бояться что-то изменить в своей жизни да ну вот все сейчас коучи и все тренинги которые сейчас показывают ютубе которые я уверена многие слушают мне очень нравится андрей курпатов который рассказывает о психологии о том что мы можем развиваться что что выход из зоны комфорта прежде всего ведет к развитию что касается страха на своей презентации вы рассказываете всегда историю из своего детства связанное с деревом да расскажите пожалуйста ну когда мы были маленькие мы всегда ходили на край нашего города и там проходил канал за каналом было большое поле пшеничное и в конце этого поля было дерево нас всегда родители предупреждали не бегайте по этому полю там змеи вас покусают вы все убрете вот и однажды мы все таки решились и побежали к этому дереву и когда мы добежали до этого дерева нас ждало три сюрприза первое что мы все остались живы и нас никто не покусал второе что это оказалось большим тутовым деревом мы наелись ягод ну а когда мы забрались на это дерево глянулись по сторонам оказалось что мир не заканчивается этим полем этим каналом и этим деревом что вокруг целый мир огромный красивый интересный и самое главное неизведанный это стало символом моей жизни я всегда вспоминаю это дерево это поле что мир не ограничивается тем чего мы добились и где мы уже долгое время находимся что надо всегда быть открытым к новому и не бояться и преодолевать все свои страхи поэтому когда я выходила в этом караване спикером я всегда говорила что жизнь это преодоление преодоление это новое а все что новое это развитие ваш личный пример он также поможет нашим телезрителям чтобы не бояться изменить что-то и идти все время вперед к развитию я благодарю вас за то что вы согласились на это интервью и желаю вам успехов и двигаться дальше и удивлять нас по-прежнему благодарю я очень рада была с вами пообщаться всем зрителям я желаю позитива радости и массу позитивных эмоций навстречу своему будущему